Я видел русов Как только их корабли прибывают к пристани, тотчас выходит каждый из них, чтобы подойти к длинному воткнутому бревну, у которого лицо, похожее на человека, и поклоняется ему «О мой Господь» Откуда пошла Русь-матушка? Еще в школе нас учили, что место ее возникновения – территория современной Украины Именно здесь, у берегов Днепра, около двух тысяч лет назад славяне начали формироваться как самостоятельный этнос А в 882 году, объединившись, основали государство Киевская Русь, с которого и началась история России Много лет местонахождение славянской прародины никем не оспаривалось Но однажды у него появился конкурент – Среднее Поволжье Здесь, возле села Именьково, археологи нашли более 600 древних городищ и селений, существовавших между III и VII веками н.э. Загадочная культура была названа Именьковской, и по целому ряду признаков она была славянской Археолог Леонид Вязов – один из ученых, кто сейчас распутывает этот исторический детектив А начало поискам было положено в 80-е годы прошлого века, когда его предшественница, известный археолог Галина Матвеева, приехала в Ульяновскую область раскапывать Старомайнское городище Сотни ласточек, снующих над водой в поисках корма Тысячи гнезд, устроенных прямо над водой в толще глинистого обрыва Трудно поверить, но когда-то в древности над этим обрывом точно так же кипела жизнь людей Когда археологи во главе с Матвеевой заложили на пустынном холме первые раскопы, то обнаружили в земле остатки большого городища Ну опять же, городище – это какие-то просто центры, вокруг которых формируется жизнь небольшой общины И к каждому городище примыкало где-то 3-4-5 поселений Плотность застройки, ну, в 3-4 раза превышает обычную плотность застройки для именьковского населения То есть, видимо, Старая Майна была таким видным, заметным центром жизни местного населения Городище, построенное неизвестным народом в Среднем Поволжье, находили задолго до Галины Матвеевой Но именно она была первой, кто выдвинул идею о том, что загадочные именьковцы были славянами Ну, естественно, эта версия вызвала сразу же бурную критику Потому что, ну, как так, вот все сказали, ну, как вот славяне, откуда тут могли бы появиться славяне? Огромное количество находок, сделанных на именьковских поселениях, само по себе является сенсационным Остатки жилищ и строений, глиняная посуда, орудия труда, украшения, могильники Таких богатых на находки мест в России наперечет Чем дальше изучали ученые жизнь загадочного народа, тем больше убеждались в том, что он заметно отличается от других местных этносов Именьковцы использовали другие орудия труда, другую посуду По-другому хоронили покойников, нежели это было принято у народов, которые населяли эти места в середине первого тысячелетия Но кем тогда они были? На мой взгляд, сомневаться тут особых оснований нет Я бы за себя так сказал, что процентов на 90, даже может быть больше, я считаю, что это были славяне Материала для доказательства славянской продвижности очень мало, фактически его нет Я не сторонник славянской продвижности и меньковской культуры, поскольку, да, но я и не противник этого Я скорее скептик Так кто же прав? И действительно ли прародина славян находилась в среднем по Волжье? Здесь находятся раритеты, найденные на территории района Наконечники, стрелы, видите, люди умели за себя постоять Топор русский боевой, 9-11 век Первой столицей древних славян является не Киев в Украине, а поселок Старая Майна в Ульяновской области Такую идею уже много лет отстаивает краевед и политик Сергей Голланд В окрестностях поселка Старая Майна археологи раскопали сразу два древних городища, предположительно славянских И основанных 1700 лет назад В самой Старой Майне также найдены артефакты аналогичного возраста То есть получается, что и Меньковская культура намного древнее Киева Большое количество предметов, которые оставили после себя эти люди Они ближе все же к славянам, чем хазарам, либо тем, кто пришел сюда с Востока Мы говорим, мать русских городов Киев, столица другого славянского государства А на своей территории мы имеем гораздо более древние земли И естественно, очень было бы интересно, если бы все вернулось опять в Россию Один из наиболее последовательных оппонентов славянской версии происхождения именьковцев Казанский историк и археолог Евгений Казаков Создателями загадочных городищ он считает сарматов В 20-е годы арестовали сармата лысый кочевник, держат под уздечку коня Все, больше мы не знали о сарматах Оказывается, это был громадный мир сармат, начиная от приоралия и кончая центральной Европой Вся лесостепь была сарматская Среднее Поволжье находится на границе лесной и степной зон И если степную зону в те далекие времена занимали кочевники и сарматы То в лесной части хозяйничали финно-угорские племена Поэтому по другой версии создателями именьковских городищ были финно-угры Материальная культура именьковского населения Она имеет черты сходства с финно-угорским миром Некоторые параллели в культурах славянских есть, но минимальные Гораздо больше параллелей это с финно-угорскими культурными группами Но чем же тогда объяснить выводы Галины Матвеевой? Вряд ли это было сделано из желания прославиться Не те времена, не тот человек Версия о том, что именьковцы были именно славянами Как бы фантастично она ни звучала Возникла не на пустом месте Из чего складывается культура того или иного народа? Как впоследствии по материальным остаткам этой культуры Определить его этническую принадлежность? Ученые уже давно ищут ответ на этот вопрос С одной стороны на культуру мощно влияет мода Люди в древности не жили в изоляции Они общались с соседними племенами Что-то у них заимствовали, перенимали И сегодня это очень затрудняет идентификацию материальных остатков Ведь мода менялась очень быстро Во-первых, очень часто и быстро изменяются предметы вооружения Очень быстро меняется мужской костюм А очень быстро меняются символы социального престижа, социальной значимости Однако кроме моды на культуру влияет и еще один мощный фактор Традиция В том, что касается строительства и убранства дома Посуды, погребальных и других обрядов Древние люди были очень консервативны И именно по этим культурным традициям Которые передавались из поколения в поколение От отца к сыну И можно отличить один народ от другого То есть мы строим дома так, как строили дома Наши отцы, наши деды, наши прадеды Почему мы так делаем? Потому что мы точно знаем, что эти дома не текут Они практичные, они удобные Кроме того, мы с детства знаем, что вот именно так должен быть устроен дом И при слове «дом» в нашем сознании появляется именно такое А вот тут-то и начинается самое интересное Изучая городище, предметы быта именьковцев на Волге И сравнивая их с древними поселениями славян у берегов Днепра Ученые нашли много общего И этих совпадений оказалось слишком много, чтобы их игнорировать А что касается их женщин На шеях у них маниста из золота и серебра Они прибывают из своей страны И причаливают свои корабли на отыле А это большая река И строят на ее берегу большие дома из дерева И собирается их в одном доме И десять, и двадцать Дай мне посмотреть твой дом И я скажу, кто ты Это древняя землянка, реконструированная умельцами Во главе с Леонидом Вязовым Один из самых сильных аргументов В пользу того, что загадочное городище в Поволжье Строили именно славяне Наиболее вероятным прототипом Наиболее вероятные прототипы таких построек То есть четырехскатной крышей и центральным столбом На который опирается эта крыша Можно найти в памятниках киевской культуры Которая большинством исследователей связывается с праславянским населением Застройка поселений бессистемная Признак тоже характерный для славян То есть дома стоят не вот рядами Улиц каких-то, не радиально А бессистемно, хаотично То, что славяне, жившие на территории современной Украины И загадочные именьковцы Строили дома примерно одинаково Вряд ли простая случайность Это первая и важная улика в пользу славянской версии Ученые реконструировали не только внешний облик именьковских жилищ На городищах найдено множество предметов быта, украшений Благодаря им можно мысленно представить Чем именьковцы обставляли свои дома-землянки Какую посуду использовали, как одевались Особенно много на городищах керамики, глиняных черепков Поваренных книг с рецептами древних блюд Рядом с керамикой, увы, не сохранилось Однако ученые сумели восстановить Примерно рацион древних обитателей городищ Леонид решил поэкспериментировать И приготовить в горшке, в точности похожем на именьковский, пшеную кашу Иногда каша сохраняется в виде нагара на внутренней поверхности сосуда Иногда, так сказать, спекшаяся масса сохраняется Тоже такая кашеобразная То есть, ну, мы с большой долей уверенности можем говорить, что кашу они ели Слепить такой горшок и сварить в нем кашу Занятие не такое простое, как кажется Древние именьковцы делали горшки по-особенному Добавляли в глину осколки битой керамики и навоз Причем в особенной пропорции Если этого не сделать, посуда просто трескается в огне Что чаще всего и происходит Однако, эксперимент закончился благополучно Так, ну вот у нас уже она подгорать начала Давайте пробовать Ну ладно, на, Юль Тебе первый, пробуй Только подуй, да, горячий Вполне настоящая именьковская каша Такое внимание обычному глиняному горшку мы уделяем не случайно Это не просто посуда, а еще одно важное доказательство в пользу славян Ученые сразу заметили По ряду признаков именьковские горшки очень похожи на посуду, которую использовали древние славяне, жившие на территории сегодняшней Украины Все эти сосуды изготовлены достаточно грубо Они изготовлены от руки Орнамент практически всегда отсутствует Изредка, изредка орнаментирована верхняя часть сосуда Вот в целом, подводя как бы итог этому сравнению Можно однозначно сказать, что керамический комплекс именьковской культуры Это самобытное явление В котором наверняка, на складывании которого, оказали влияние древности праславянских культур Казалось бы, раз дома и посуда вроде бы славянские, значит и городище тоже Что тут дальше гадать? Все, наш исторический детектив разгадан Но не все так просто, как хотелось бы сторонникам славянской версии Керамика грубо-лепная по фактуре действительно похожа на славянскую посуду Скажем так, как любая грубая посуда Если брать набор форм горшков, он не очень похож на раннеславянские Это очень удобное наземное сооружение полуземлян Которое у всех народов могли быть И у славян, и у сарман Это не показатель, это не этнический показатель Изучая именьковские городища, ученые обратили внимание на любопытную деталь Все они, и Старомаинское городище не исключение, являются мысовыми То есть построены на мысах, отгороженных с одной стороны водой А с двух других крутыми оврагами или ручьями Мысовые городища очень удобны с точки зрения защиты Ведь строить защитные рвы и валы именьковцам приходилось только с четвертой стороны Соединяющей городище с материком Крепости, сооружаемые именьковским населением Были, в общем-то, очень серьезными препятствиями для каких-то внешних захватов Ну, если судить по тому времени То есть на таком городище, если у вас есть там 10-20 человек Более-менее обученных военному делу Вы можете продержаться достаточно долго Археологам хорошо известно Каждый народ строит свои города по-разному Так вот, мысовые городища характерны для представителей финно-угорских племен А славяне, по крайней мере, жившие у берегов Днепра, городищ в то время не строили вовсе Есть и еще одно несовпадение Кроме домов землянок, типичных для славян На Старомайнском городище обнаружены дома и другого типа Это длинные дома, они исследованы только на Старомайнском городище Про славянские культуры, в киевской культуре таких жилищ нет, таких сооружений нет Есть даже идея, на мой взгляд, чрезвычайно смелая, скажем так О том, что вот эти наземные постройки германцам принадлежали Каким образом среди землянок, характерных для славян, появились германские постройки? Да еще на городище, которое по форме более всего похоже на финно-угорское Разобраться в этом непросто Мы видим неоднократные притоки населения на эту территорию с разных мест И если одна из них, одна из этих групп наверняка была славянская То часть населений совершенно точно не славянские Как же объяснить все эти нестыковки? Противники славянской версии, само собой, используют их для того, чтобы доказать Что никаких славян в промежутке между третьим и седьмым веком нашей эры В среднем по Волжье не было Защитники славянской версии не сдаются И находят все новые аргументы в пользу славян Один из таких аргументов – могильники А точнее способ, с помощью которого именьковцы хранили своих сородичей Мне не раз говорили, что они делают со своими главарями при смерти Мне все время хотелось познакомиться с этим Пока не дошла до меня весть о смерти одного выдающегося мужа из их числа И так они положили его и покрыли настилом на десять дней Пока не закончат кройки его одежд и их сшивания Эти находки попали в Ульяновский музей случайно Жители одного из сел обнаружили на пашне старый могильник А в нем много украшений и сломанный меч То есть это боевое оружие Естественно, это оружие не рядового человека, а оружие какого-то дружинника Ну, просто обычные люди, они топор-копье максимум Но никак не меч Находки поставили ученых в тупик С одной стороны, такой меч характерен для финно-угорских племен С другой, он ритуально намеренно сломан А это встречается у именьковцев В могильниках по волжских финнах оружие находится в непотревоженном виде Оно целое, оно не изогнуто, не сломано Здесь все предметы вооружения ритуально уничтожены Ритуально умерщвлены И, конечно, это все, опять же, вызывает вопросы о том, кто это был Именьковских могильников по волжье найдено мало Искать их трудно Они никак не выделяются на местности Поэтому Леонид Вязов отправился на раскопки А вдруг могильник действительно именьковский? Археологам повезло Рядом с погребением воина им удалось обнаружить еще одно захоронение Женское А в нем богатые украшения Значит, вот этот вот маленький предмет Это так называемая кольцевая подвеска с выпукленными Это украшение, оно, скорее всего, носилось женщинами Такие украшения очень характерны для как раз именьковской культуры И у женского, и у мужского захоронений, обнаруженных на пашне Есть еще одна важная особенность В них найдены скелеты не целиком, а лишь фрагменты костей Причем кости кальцинированные Сожженные Вот как выглядят останки человека, захороненного на территории этого могильника Это небольшие фрагменты костей, имеющие такой характерный белый цвет Кости становятся такими, белыми или синебелыми, в результате процесса выгорания органики Сожженные кости На самом деле главное, что заставляет Леонида думать, что этот могильник именьковский Прежде чем похоронить своего соплеменника Представители этой культуры обязательно сжигали его тело Покойных они сжигали на кострах И потом пепел от покойных, прах покойных, он ссыпался в небольшие ямки Туда же ставились горшки, соответственно, сгоревшие украшения Стеклянные бусы Удивительное совпадение Склонностью к трупосожжению отличались не только древние яменьковцы, но и древние славяне Это доказано в ходе многочисленных раскопок могильников на территории Украины А теперь логический вывод Если погребальные обряды двух культур совпадают То можно предположить, что они связаны И что именьковцы тоже славяне Только жившие в Среднем Поволжье Трупосожжения Вот этот погребальный обряд, который характерен не только для славян Этот обряд был у очень многих народов Поэтому сам по себе факт сожжения прямо на это не указывает Характерно это, конечно, не только для славян Но вот именно в регионе Среднего Поволжье То есть для финно-угров это не слишком характерно Для тюрков тоже, насколько мне известно То есть в данном регионе В данном регионе это можно связывать, в общем-то, только со славянами Человеческие кости, как правило, находят за пределами городищ Что и понятно Однако из этого правила есть исключения В 1996 году ульяновский археолог и сторонник славянской версии Юрий Симыкин Приехал с коллегами раскапывать чертов городок Еще одно древнее городище под Старой Майной В основании культурного слоя мы наткнулись на глиняную площадку На этой площадке мы натолкнулись на остатки человеческих жертвоприношений Это были разрозненные кости человеческих скелетов Разрубленные скелеты и раздробленные кости не оставляли сомнений Жертвы умерли не своей смертью Это уникально Это действительно что-то такое, что позволяет вообще рассматривать городище Чертов городок как языческий культовый центр И это, между прочим, также роднит именьковскую культуру Будем так говорить о славянами на других территориях Потому что обряд человеческих жертвоприношений был для славян не новым Костных останков именьковцев ученые нашли не так много А вот орудий труда, которыми пользовался этот народ, огромное количество И эти находки также свидетельствуют в пользу того, что именьковцы были славянами За годы работы Леонид вжился в роли именьковца Сегодня специально для съемок он взялся за сооружение древнего плуга — рала Именно такими орудиями именьковцы пахали землю Самая главная деталь плуга — вот этот железный наконечник — наральник Он-то и пашет землю, поднимая пласты земли В общей сложности на памятниках именьковской культуры К сегодняшнему дню найдено около 25 таких наральников Значит, для сравнения, на всей территории Украины найдено, ну, не более 50 Такое количество наральников ясно свидетельствует Поволжье, наряду с Украиной, было одним из ведущих центров пашенного земледелия в Европе Именьковцы были первыми, кто перешел в среднем Поволжье к оседлому образу жизни И первыми, у кого основным источником питания стало зерно Именьковцы были земледельцами Они в среднее Поволжье принесли пашенное земледелие До них среднее Поволжье не знало пашенного земледелия То есть это тоже важный признак в пользу того, что эта культура пришла извне Практически на каждом памятнике мы встречаем вот такие железные орудия Серпы, это и косы для скашивания травы Ну и разнообразный металлический инвентарь Но можно ли утверждать, что этим загадочным народом, который появился в Поволжье В четвертом веке и занялся здесь хлебопашеством, были славяне Скептики качают головой Это вовсе не обязательно Сарматы тоже занимались земледелением В этом огромном сарматском мире Там нельзя было без земледелия Копали курганы в основном Которые к кочевническим сарманам относятся Там были и кочевники, там были земледельцы Вот поэтому я считаю, что все-таки напрасно только все это с славянами связывают И все же распространение земледелия в России связано в первую очередь со славянами Это факт, с которым трудно спорить даже скептикам А поскольку норальники, найденные в Украине и в Поволжье, почти идентичны Можно смело утверждать, что здесь, на Волге, тоже жили славяне У фенографства тоже было пашенное земледелие Но там норальники, по крайней мере, в такой массе, не обнаружены То есть землю-то пахали, как-то обрабатывали, но как-то по-иному Ближайшие аналогии, вообще истоки традиции изготовления таких норальников Это западное Поднепровье То, что славяне в Украине и именьковцы на Волге – это один народ, один этнос Доказывает и общее пристрастие к металлургии Сейчас вы видите не просто камни Это куски железной руды Ульяновск стоит на возвышенности В междуречье Волги и Свияги И выходы железных руд на поверхность земли в этом районе – обычное дело Практически на каждом памятнике с именьковским материалом, с именьковскими остатками материальной культуры встречаются и остатки металлургии железа Уровень здесь был чрезвычайно высокий Видимо, здесь просто фактически наблюдалась специализация этого населения эпохи раннего Средневековья на добыче железной руды и на получение конкретно из нее железа Время существования именьковской цивилизации – Железный век Металлургию освоили уже многие народы Однако Юрий Симыкин подозревает, что обработкой металла в Среднем Поволжье занимались именно славяне Поскольку они использовали те же технологии, что и славяне в Украине Ближе всего по технологии аналогии оказались в черняховской культуре Черняховская культура – это западная культура Она располагалась на территории Украины, частично там встречаются на территории близкой к Польше Итак, косвенных улик в пользу славянской версии набирается много Однако достаточно ли этого, чтобы утверждать, что именьковцы и были славянами? Увы, однозначно ответить нельзя Именьковцы не были единственными жителями этого региона И до прихода в Поволжье, и уже здесь они постоянно сталкивались с другими племенами Что-то полезное у них заимствовали, что-то наоборот отдавали Этим, собственно, и можно объяснить те абсолютно разнородные находки Которые сделаны на именьковских городищах и могильниках И которые так смущают историков и археологов Не давая им возможности сделать окончательный вывод Кто же тут жил? Сарматы? Фино-Угры? Или славяне? Разобраться в этой путанице Леониду Вязову не удалось даже на примере одного могильника Раскопки подходят к концу А ответа на вопрос, именьковский ли это могильник, у Леонида нет Есть только очередные косвенные догадки Вот посмотрите, это ров, древний ров, отделявший, так сказать, поселение от напольной части То есть со стороны плато Так недалеко от могильников в лесу археологи обнаружили остатки древнего городища По всем признакам оно именьковское Расположено на холме между двумя оврагами И укреплено с одной стороны валом Это один из аргументов в пользу того, что могильник, который находится за оврагом Тоже связан с именьковским населением и оставлен, ну, либо самими носителями именьковской культуры Либо их близкими к ним по культуре племенами Еще одно открытие археологам удалось сделать на самом могильнике Оказалось, что могил на пашне не одна и не две, а гораздо больше Вот практически весь этот участок от леса и дальше, значит, вплоть до вершины пригорка То есть весь вот этот вот участок занят древним могильником На то, чтобы раскопать все эти могилы и разобраться, кто захоронен в этих местах Именьковцы, славяне, финоугры, сарматы или кто-то еще У ученых уйдет несколько лет Но Леонида это не останавливает Ведь именно этот могильник может пролить свет на одну из главных загадок именьковской культуры Загадку ее исчезновения Именьковцы, как отдельная культура, жили в Среднем Поволжье совсем недолго Три-четыре века А потом оставили свои городища и куда-то исчезли Версий «куда» у историков много В седьмом веке нашей эры в Среднее Поволжье пришли кочевники, булгары Возникло мощное и сильное государство – Волжская Булгария Часть именьковцев, согласно этой версии, покинула Поволжье А часть ассимилировалась Значительная часть именьковцев остается здесь Они входят в союзнические отношения с болгарами И, видимо, они вливаются уже позднее в состав этноса Волжской Болгары В Волжской Болгарии развилась земледельческая культура, довольно развитая Что для тюрков-кочевников не характерно Поэтому вряд ли они бы сами могли так быстро перейти к земледелью Скорее всего, они перешли к земледелью при помощи славян, которые там оставались Подтверждение этой версии Максим Жих нашел в арабских исторических хрониках 8-10 веков В них часто попадаются упоминания о неких славянах, которые жили в это время на берегах Волги Есть, например, известный арабский путешественник Ахмат Ибн Фадлан Он был секретарем арабского посольства И вот в 1922 году это посольство прибыло из арабского халифата в Волжскую Болгарию И сохранились путевые записки Ибн Фадлана, которые описывают это путешествие И интересно, что он Волжскую Болгарию называет страна славян Один из обычаев царя Арусов Тот, что вместе с ним в его замке постоянно находятся 400 мужей из числа богатырей Если между лицами возникает спор, их царь выносит решение Чтобы они сражались друг с другом мечами И тот, кто окажется победителем, на стороне того и правда Можно ли доверять запискам Ахмеда Ибн Фадлана? Действительно ли он в IX веке видел в Поволжье русов? Мнения историков расходятся Но теперь в пользу правдивости этих записок говорят и археологические находки На могильнике, который сейчас раскапывает Леонид Вязов Были найдены украшения, выполненные в геральдическом стиле Благодаря им удалось точно установить возраст могильника VII век н.э. Если окажется, что могильник именьковский, это будет сенсацией Ведь таким образом будет подтверждено то, о чем писал Ахмед Ибн Фадлан и другие арабские авторы Что именьковцы и после VI века продолжали жить в Поволжье А куда же исчезла другая часть именьковцев? Та, которая покинула Поволжье Версий, опять же, много Самую любопытную выдвинул историк Валентин Седов Он обратил внимание на загадочное совпадение дат На рубеже VI и VII веков в Среднем Поволжье исчезает именьковская культура А в начале VIII, в Среднем Поднепровье, возникает похожая на нее волынцевская культура Седов предположил, что основали ее именьковцы, которые двинулись из Поволжья на запад, в сторону Украины Я считаю, что это наиболее убедительная версия, потому что иначе просто невозможно объяснить, куда вообще именьковцы делись Вот та часть, которая не осталась в Поволжье Куда они ушли, куда они могли уйти? Только сюда, только в этот регион На мой взгляд, в Волынцево возникает совершенно иначе И основной набор признаков этой культуры ничего общего с именьковым не имеет Куда же делись именьковцы? Не знаю И не я один Не знает никто пока Кто из оппонентов прав, сказать трудно У каждого свои доводы, свои аргументы Если следовать логике сторонников прославянской версии, то дальше события развивались так Придя на территорию Украины, именьковцы превращаются в волынцевцев А затем объединяются с другими славянами, уже жившими здесь И создают в IX веке первое славянское государство – Киевскую Русь С которого, собственно, и начинается история России Появление Киевской Руси в том виде, в котором она как раз по времени совпадает с исходом славян отсюда Поэтому, когда говорят, что именно мы являемся прародителями Киевской Руси, это очень похоже на правду Я придерживаюсь точки зрения Валентина Васильевича Седова о том, что именьково все-таки действительно можно отождествить с носителями этнонима Русь Так где же все-таки находится самая первая, самая главная родина славян? Ответ дать трудно По мнению ученых-академистов, это территория Украины Теперь возникла версия про Среднее Поволжье А некоторые исследователи и вовсе считают, что прародиной славян является Гиперборея, когда-то располагавшаяся на русском севере Согласно этой версии, в древности на севере было тепло, но потом климат изменился и гиперборейцам пришлось двинуться на юг Дойти они смогли до Индии, но по пути рассилились на множестве территорий, дав начало всем индоевропейским народам, в том числе и славянам И, возможно, именьковцы на Волге – это потомки гиперборейцев Каждому народу хочется знать свою историю Искатели могут ошибаться, идти по ложному пути Но желание добраться до самых глубин, до корней, до того семечка, от которого все пошло – признак зрелого, готового к самопознанию этноса И вряд ли это желание должно осуждаться Где же правда? Кем были именьковцы на самом деле? Большинство ученых осторожно придерживаются золотой середины Они считают, что именьковская культура была полиэтничной И что здесь жили разные народы – сарматы, тюрки, финно-угры и, наверное, славяне Уж очень много доказательств в пользу славянской версии удалось собрать ее сторонникам Доказательств, с которыми нельзя не считаться И которые завтра, возможно, помогут узнать то, что сегодня остается тайной Лишний раз, если все археологи поймут и историки изучат, ну, наверное, и жить будет неинтересно Пока у нас остаются какие-то загадки, над которыми стоит поломать голову Их версии не всегда совпадают с тем, что утверждает официальная историческая наука Но эти люди верят в то, что история нашей страны начиналась не в IX веке С создания Киевской Руси, а намного раньше И что гигантские территории от Кольского полуострова до Дальнего Востока Были в отчины не только диких племен, но и вполне развитых цивилизаций Следы этих цивилизаций они находят повсюду И делают все для того, чтобы освободить из плена времени уникальные артефакты И передать знания о них потомкам В следующем фильме «Охотники за каменным лосем» Мы расскажем о загадке происхождения гигантского изображения лося Найденного краеведами в горах Южного Урала Ученые выяснили, нашлось не только гораздо больше знаменитых исполинских рисунков Обнаруженных на плато Наска в Перу Но и гораздо старше, ему от трех до шести тысяч лет Путешествие вглубь веков продолжается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok